16 марта в игре открывается уровень сложности гранд мастер для сумрачного налета это одно из сложнейших испытаний в игре на данный момент если не сказать сложнейшее толстокожие мобы все виды модов воителей и заниженный множитель в общем отдох однако в этом сезоне гранд мастер впервые предложит игрокам эксклюзивные награды адепт оружия так что мы с командой вновь отправляемся туда но заодно я расскажу как подготовиться к такому приключению и так в этом сезоне в ротации 6 налетов терминал знаний надзиратель пустоты торговец оружием логово дьяволов сейбер падших и арена доказательства до арена доказательства это совершенно новый налет и нам еще только предстоит узнать станет ли он для стражей настоящим испытанием или наоборот позволит хорошенько подфармить адепт оружия на своей неделе 23 марта он станет доступен всем обладателям сезонного пропуска а неделю спустя 30 марта и вообще всем игрокам сложность гранд мастера налетов установлена на уровень силы 1350 но пускать туда начнет уже по достижении 1325 единиц если вы до этого не сталкивались с гранд мастерами то поясню что банджи добавили что-то похожее на режим контест для первого дня рейда вы не получите никакого дополнительного преимущества если будете выше 1325 так что если вы думаете что ну концу сезона докачаюсь и легонечко пройду то нет не пройдете легонечко уж точно в режиме действуют особые модификаторы которые усложняют жизнь даже самой опытной команде например есть мод на ограниченное число воскрешений боевой группы в начале налета у вас будет несколько таких токенов на воскрешение союзников а чтобы получить дополнительное воскрешение следует убивать боителей тех самых страшных противников которых не сломать без специальных модов кстати разработчики сказали что в этот раз добавят еще новых модов гранд мастеру так что будет нам очередной горький сюрприз чувствую но ради чего потеем ну для многих фанатов гранд мастера достаточным основанием для прохождения активности было получение печати хотя я прекрасно понимаю что это мотивация так себе я сам закрыл печать гранд мастера лишь раз и потом даже не рыпался зачем но так вот в этот раз все поменялось кроме редкого титула гранд мастер налеты предложат особые награды пушки в адепт версии да да точно такие же как василисе с новым слотом для модификатора который может увеличить дальность стрельбы стабильность или даже урон конечно цену тени полиндром и рой можно получить за прохождение сумрачных налетов на более низком уровне сложности но их адепт версии доступны только на гранд мастере после улучшения до абсолюта у такого оружия растут характеристики примерно как это случается с броней таким образом адепт пушки можно получить сложнейшим pvp и венте испытания осириса и в сложнейшем pve режиме гранд мастер ну если в испытаниях у вас на пути стоит не только вопрос ваших навыков но еще и другие проблемки то в гранд мастере все только на вашем скиле и на командной работе именно поэтому и стоит хорошенько подумать какими классами вы будете проходить гранд мастер вам нужно по максимуму использовать все способности которые могут дать вам баф или ослабить соперников экзотические элементы брони тоже следует подбирать таким образом чтобы они работали максимально надежно выбор оружия немаловажен бреметь за наги хоть давно как бы за нерфана однако против чемпионов она все еще сильна тем более что в этом сезоне она может быть еще и с анти барьерными патронами меч плач определенно тоже может стать фаворитом в некоторых миссиях к подбору снаряжения нужно подойти со всей ответственностью ведь на гранд мастере снаряжение будет заблокировано и поменять его на ходу не получится так что вообще-то эта тема для отдельного видео с чем играть в гранд мастер и мастер налеты а то когда гранд мастеры только появились в игре я рассказывал в большом видео что туда брать но некоторые вещи там так устарели что у меня рука от лица не отрывается что же касается сезонных модов модов распутина признаюсь честно я ими не впечатлен я знаю многие считают их интересными но вот не я чересчур они есть ситуатива да замечательно сказанул давайте так если вам интересные ролики про снаряжение которое использую я если интересные рассказы о любимых связках и билдах которые я использую пишите в комментариях и ставьте лайк давайте начнем с отметки в 1500 лайков будет набрана отметка и я буду рассказывать вам о том какое снаряжение использую и как выстраиваются самые простые но эффективные билды снаряжения на разные подклассы что же касается ротации налетов их графика то в студии рассказали что она не изменится в сравнении с прошлыми сезонами каждую неделю до 20 апреля будет открываться один сумрачный налет на уровне гранд мастер а после 20 апреля у вас появится возможность пройти все налеты на гранд мастере запуская их прямо из плейлиста так что если вы пропустите неделю когда доступен один конкретный налет то сможете наверстать упущенное в течение последних трех недель сезона в общем думаю для ознакомления тебе информации хватит пиши в комментариях про то нужны ли ролики по билдам и любимым связкам а также делись пойдешь ли сам в гранд мастер спасибо что досмотрел до конца удачи пилот пилот